Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход», 2 глава, 1 стих, мы зададимся вопросом, почему имя Отца Моисея здесь не называется? Давайте сначала прочитаем этот отрывок, я добавлю даже второй стих. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени, жена зачала и родила сына, и, видя, что он красив, скрывала его 3 месяца». Когда в Священном Писании говорится о каком-то действии и не называется имя человека, который совершает это действие, высказывается неудовлетворение этим человеком. И вы уже знаете из наших передач, что, напротив, удвоение имени – это одобрение человека, когда Бог, обращаясь к своим угодникам, говорил «Авраам, Авраам, Моисей, Моисей» и так далее. Что же здесь происходило на самом деле? Был издан указ фараона о том, что надо топить в водах Нила всех еврейских мальчиков, потому что фараон потерпел крах в надежде, что повивальные бабки будут ему помогать, но никто из них не взял на себя функции палача и не решился умерщвлять маленьких младенцев. И тогда фараон издает указ, по которому мальчиков просто бросали в воды Нила. И есть предание, что отец Моисея, его имя Амрам, он был не просто из колена Левина, он был глава еврейского суда Сангидрина, ну, для нас более привычно Синедриона, он был глава еврейского суда в то время. И он подумал, зачем мы будем зачинать детей, а потом их будут топить египтяне, мы лучше издадим указ для внутреннего пользования еврейской общины, что все мужья должны развестись со своими женами, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. И он издал такой указ. И еврейские мужчины подчинились, и они развелись со своими женами, то есть было оформлено гетт, разводное письмо. И у него было два ребенка. Это Арон, это его сын Арон и дочка Мариам. И вот дочка Мариам, несмотря на малолетство, считается, что к рождению Моисея ей было где-то 9 лет, она была очень умная и духовно одаренная. Не случайно, что она стала пророчицей. Господь не просто так людей призывает, он учитывает какой-то их и внутренний потенциал. И вот она подошла к своему отцу, как учат это сказание, и она сказала ему в лицо, хотя он занимал очень серьезную должность, «А ты знаешь, что ты хуже фараона?» Ну он сполошился, удивился и спросил, а почему же я хуже фараона? А она говорит, фараон обрек на уничтожение только мальчиков, а ты и девочек. Никто же не знает, кто будет зачат, мальчик или девочка. Ты заставил всех еврейских мужчин развестись с их еврейскими женами. Ты точно хуже фараона, потому что теперь не рождаются ни мальчики, ни девочки. И ты сам на это время развелся со своей женой. И, что интересно, Амрам принял это обличение от своей малолетней дочки. Ну, наверное, тогда и было лет восемь. И он понял, что это была ошибка, и надо все изменить. Но он потерял свое имя. Потеря имени означает не только то, что Господь недоволен этим человеком, но и окружающие тоже недовольны им. И, исправляя свою ошибку, он решил открыто идти. Да, он потерял свой статус, свою честь. Поэтому здесь сказано, что некто из племени Левина пошел, то есть вот так открыто пред всеми, и взял себе жену из того же племени, то есть все это он делает открыто, чтобы исправить то, что делал тайно. Потому что он не мог же открыто идти против указа фараона. И это его решение, что все должны развестись, конечно, оно распространялось тайно. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он красив, скрывала его три месяца». Вот такая интересная история. Человек потерял имя, но человек, даже обличенный ребенком, во-первых, он принял это обличение и решился исправить ситуацию, насколько это только возможно. В некотором смысле любой правитель, в стране которого умерщвляют детей, абортирует хуже фараона, потому что фараон приказывал топить только мальчиков. А тут и девочки, и мальчики. И, возможно, что наше славянское племя, оно оскудеет. Уже сейчас многие говорят, кто с точки зрения науки занимается социологическими исследованиями, что если так будет продолжаться дальше, и теперешнее поколение молодых людей, которые вступают в какие-то странные гражданские браки, они не опомнятся, то через какое-то время абсолютно естественным путем, без всякого переворота, без всякого насилия, наша страна из христианской превратится в исламскую. И вот патриарх Сербии, покойный патриарх Сербии, он говорил так, объясняя сербам своей пастве, почему Господь попустил, что Косово отошло к мусульманам. Патриарх Сербии сказал так, «Если мусульманская женщина рожает шесть детей или там семь, я не помню, как вот дословно сказал, а за это же время сербская женщина, христианка, делает шесть-семь абортов, то, наверное, эта земля Косовой Метохии нужнее мусульманам». И Господь принял такое решение, что у нас эти земли забраны, они нам не нужны. А правда для чего? Конечно, многие оскорбились таким заявлением сербского патриарха, но в них глубокая правда. Бог промышляет о всем творении, Он заботится и о мусульманах, и об иудеях, Он кормит язычников, дикарей, Он заботится о птицах небесных, о зверях полевых. Все это мы знаем из Писания. И когда Он видит, что одни из нас действуют в соответствии с природой, а другие вопреки, потому что где-то убийство само по себе, оно чудовищно, а когда оно совершается в месте, которое представляется самым безопасным для ребенка в чреве его собственной матери, это вдвойне чудовищно. И Амрам, отец Моисея, потерял имя только за то, что он, как он думал, нашел решение, надо всем развестись, тогда мы не будем так переживать. Наверняка некоторые мужчины бросались на тех воинов египетских, которые забирали младенцев, мальчиков, чтобы их утопить, и погибали, защищая своих детей, и Амраму, может быть, казалось, что надо проявить толерантность и так далее, и так далее, но устами его дочки Мария было обличение, он его принял и с ним согласился. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. Молитесь о том служении, которое мы совершаем здесь, на библейском портале, и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.